У меня есть сайт-блог. Что лучше в статье? Видео или фото? В статье лучше и видео, и фото. И вот почему. Google, Яндекс, они очень любят, когда вы дополняете свой контент медийным каким-то, да, то есть делаете большие лангриды. И когда в вашем контенте вы размещаете иллюстрации, вы дополняете ваш текст в вашем блоге. Но когда еще вы ставите видео, вы говорите своему читателю, вашего блога, либо вашего интернета, там, обзора товаров, хочешь смотри, хочешь читай, хочешь слушай. Фотография, она привлекает внимание, а иллюстрация дополняет ваш контент. А видео делает его более медийным. И вы таким простым способом отстраиваетесь от конкурентов. Раньше, и вы это знаете, я занимался продвижением сайтов. И вот времена, когда просто можно было купить пару ссылок, сделать хороший контент, поставить там какую-то фотографию, неважно какую-то там, да, они уже давно прошли. И вы сейчас можете увидеть, что огромное количество людей до сих пор используют одни и те же фотографии. Вот если вы откроете там, не знаю, любой рекламный проспект, любую рекламную статью, вы увидите там одно и то же. То есть если похудение, то там будет одно и то же стоковое видео, ой, стоковое фото в этой статье. Там какая-нибудь девушка, охватывающая свою талию там или яблоко с метром вокруг этого яблока или вокруг талии, да. Одно и то же. Почему? Потому что если вы вбьете там, допустим, похудение, то в гугле увидите первые там двадцать фотографий и люди не заморачиваясь вообще от слова вообще берут первое попавшееся. То есть вот они вбили там, допустим, похудение, они не заморачиваются. Слово вообще. Они вбивают похудение, гугл фотографии по теме похудения, они выбирают на их взгляд, но их мозг работает так, что если они уже эту фотографию где-то видели в теме, то человек подходит. И они просто берут и клепают. Почему? Потому что они не заинтересованы в продвижении и улучшении вашего контента. Это же надо заморочиться, это надо выбирать. А тут все просто и понятно. Поэтому, что я предлагаю вам, уважаемые мои дела. То есть в данном случае вы выбираете не между-между, а чем больше визуала в вашем контенте, в вашем блоге, на вашем сайте, тем лучше. Вот сейчас многие западные специалисты по продвижению, они даже рекомендуют, если у вас нет видео по этой теме, возьмите видео другого автора, поставьте себе статью и это даст больше шансов. Пусть это будет два процента, три процента, но два процента в гонке, где высококонкурентная борьба очень и очень важны. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что лучше использовать? Фотографию или видео лучше использовать и то, и другое. Причем надо, чтобы было уместно. Вот чтобы фотография иллюстрировала, чтобы она дополняла ваш контент, чтобы человеку, пришедшему в ваш блог прочесть вашу статью было еще больше, ясно, просто и понятно. А человек, то есть как бы и, а видео усиливало вот этот вот концентрат этого самого, даже стал, было такое, эссенциально, чтобы ваша статья в вашем блоге максимально полно отвечала на запрос вашего пользователя, того, кто пришел к вам на сайт, в блог, либо куда-то еще. Именно поэтому мы рекомендуем снимать видео интернет-магазином, любым салонам красоты, для того, чтобы они в свой, на своем сайте, в своем блоге, потому что у каждого, я считаю, могу ошибаться, у каждого продающего сайта должен быть блог для пользователей, который дает интересность, полезность именно пользователю. И чем больше вы поставите туда, не просто простыню текста, а разбавите текст иллюстрациями, дополните этот текст видеоматериалом, чем более понятно зрителю, посетителю будет то, что вы хотите ему донести.